Итак, отношение к телу, невежественное отношение, какое-то концептуальное невежественное отношение к телу, к чему приводит? Преждевременная смерть. Что такое невежественное отношение? Чего хочет тело, то и закон. Хочет тело спать — спим как можно больше. Хочет жрать — жрём. Хочет секса — сексом занимаемся как можно больше. Хочет комфорта — как можно больше комфорта. Всё, дальше что вы получите? Вы говорите, сколько по судьбе положено, столько проживу. Ничего подобного, вы проживёте гораздо меньше. Понятно? Потому что вы выбрали невежественную концепцию жизни. Означает, я живу для себя. То есть есть телесная платформа, есть социальная платформа, есть духовная платформа. Везде есть жизнь для себя. Телесная платформа, услышали? Телки и тёлки — это люди, которые живут для тела. Как это определить? Их сознание очень сильно привязано к телу. И они не знают, что с этим делать. Если ты женщина и хочешь красоты, значит, тело надо менять. Надо надувать губы, надо надувать груди, надо надувать попу. Что ещё можно с ним сделать? Блин, повыдёргивать нафиг все эти волосы. Что ещё? Наколки сделать крутые, там, назальницы, прям на самом красивом месте. Что ещё можно с ним сделать? Вот всё, что можно сделать, она делает. Почему? Потому что она привязана настолько к телу, что она не может просто на него спокойно смотреть. Его надо менять срочно. И все доступные способы хороши. Это называется неверственная концепция. И что? Она красивее становится, эта женщина, что ли? Нет, она наоборот всё портит. И ещё сокращает продолжительность жизни. Потому что всё, что Бог дал, — это самое лучшее. Просто украсть это благостью. Если женщина имеет лицо, то это лицо может быть одухотворённым. Это значит самое лучшее, оно самое красивое. Кому надо, тот встретится. Всё. Но если ты начинаешь на него сильно внимания, то ты только будешь его портить. Даже если ты не захочешь его портить, ты всё равно будешь портить. Вот когда женщина очень сильно сосредотачивается на лице, оно становится очень чувствительным. Чувствительное лицо реагирует на всё. Чуть-чуть что-то задело, это лицо сразу покраснение пошли. Ты начала пользоваться кремами. Ещё больше чувствительность, ещё эти. Тело постоянно начинает беспокоить, потому что там очень сильно сознание туда пошло. И ты начинаешь чувствовать, что то никто съело, это плохо, то нельзя есть, это нельзя, туда нельзя пойти. Всё, тело начинает капризничать, потому что в нём сосредоточено очень много сознания. И оно становится очень эгоистично себя ведёт. А если у женщины тело очень эгоистично себя ведёт, она даже сексом позаниматься не сможет, потому что чувствительность будет зашкаливать. И этот не подходит, тот не подходит, и всё уже не подходит, и всё, пошли все нафиг, я буду одна, и всё мне только одно и хорошо, все остальные мне мешают. Это женская концепция невежественной жизни. Женщины не будут квасить там. Они будут просто чувствительнее, чувствительнее, чувствительнее становиться и будут асоциально себя вести. Это невежественная концепция женского тела. Мужское тело, да, 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 блядь. Больше бухать, больше, блядь, секса, скоты. Мужское тело, да, 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 да. Понятно? Женщина деградирует по-доброму, мужчина по-злому. Это в разнице. Но сама привязанность к телу создаёт ситуацию. Привязанность к телу делает человека толстым, делает больным, делает чувствительным, ранимым, делает его несчастным, в конечном счёте. Потому что тело нуждается только в аскезах, мои дорогие друзья. Именно аскезы и у женщин, и мужчин делают их счастливыми. Просто разный подход. Вот женщине как аскезы надо совершать? Вдохновляться друг от друга. Потихонечку, ласково идти на улицу и бежать. Нежненько, так аккуратненько бежать. Аккуратненько залазить в прогруппе. Аккуратненько вылазить. Вот и всё, женское тело, вот так с ним надо. Вообще, аккуратненько бегать. Одной ногой пишешь, другой зачёркиваешь. Да, ты смотришь на счастье, убежи в женском теле. Но если вы не хотите бегать в женском теле, значит, тогда оно вам принесёт один геморрой. Это вам добрый доктор Тарсонал. Добрые советы доктора Тарсоналу, у меня есть брошюр. Итак, с телом разобрались? Вам понравилось, что я всё просто и ясно говорю? Вот я вам просто и ясно сказал. Будете... Но при этом не надо переусердствовать. Когда вы аскезы тоже совершаете, там тоже не надо его загинать в тело. Загнать не надо его. А, аскезы, давай, больно, сейчас я тебе... Нет, баланс во всём. Спим, высыпаемся, аскезу с телом отвлекаем. То есть тело не надо загонять, не надо его мучить. Понятно? Всё аккуратно, постепенно. Бегать учимся постепенно, ботички постепенно, посты постепенно. И постепенно увеличиваем аскезы. И всё больше и больше радуемся жизни. Теперь социальная сила. Концептуально что делать? Вот, допустим, у меня не хватает денег. Люди думают, если не хватает денег, надо, значит, выучиться, зарабатывать деньги. Но не все же люди имеют такое высокое образование и высокую квалификацию, чтобы зарабатывать деньги. Вот бывают люди, которые зарабатывают нормальные деньги просто потому, что у них родители богатые. Или через связи они получили такую работу, в которой они не сильно парятся и зарабатывают. Такое бывает вообще или нет? А из-за чего это возникает? Это называется благочестие или прошлые дела. Вот, мои дорогие друзья, вот теперь я вам сейчас сообщаю формулу, поняв которую, вам вообще легкотня будет жить. Запомните, профессиональные навыки действительно дают возможность человеку больше зарабатывать денег. Обучение необходимо. Нужно научиться быть квалифицированным, чтобы приносить пользу другим людям. Квалификация нужна. Но это не является главной силой, дающей удачу человеку в жизни и возможность не сильно напрягаться, чтобы жить. Эта удача исходит из добрых дел. Запомните. Вот, допустим, два человека. Один у одного в два раза больше добрых дел, а у другого в два раза меньше добрых дел. И оба имеют одинаковую квалификацию. Они оба, допустим, программисты, или там оба они, допустим, бухгалтера, или оба продавцы, допустим. У кого будет больше продаваться? Кто будет брать лучше по программированию заказы? У кого будет больше возможностей найти такую фирму бухгалтерскую, которая бы не сильно много работая, получать больше денег? У кого, как вы думаете? Правильно. У того, у кого больше добрых дел. Поняли, что такое благочестие? Благочестие — это и есть удача, энергия удачи. Вы хотите удачу в жизни? Удача складывается из желания заботиться о других. Вот как это работает технически? Вот хотите, вам секрет зарабатывания денег расскажу? Вот у человека есть две силы. Одна сила притягивает людей к тебе, притягивает людей, они начинают доверять тебе и отдают тебе свои деньги, и у тебя покупают. Одна сила притягивает людей. Эта сила называется буквально, вот я прямо вот чётко вам ясно говорю, эта сила называется силой бескорыстия. Она притягивает, только одна притягивает. Именно бескорыстие вызывает желание отдать деньги. Понятно? Поэтому торговцы, все торговцы, которые торгуют люди, должны быть по природе какими? Щедрыми. Они должны любить, заботиться, кормить людей, кормить птичек, отдавать деньги на добрые дела. Вторая сила, которая мешает продавать товар, допустим, но мешает продавать товар, но копится в результате увеличения денежной массы. Какая-то сила называется, как? Жадность. Лаптик-то буду баять. Боё. Вот. Когда ваша жадность превышает вашу доброту, в этот момент от вас начинает энергетически вонять. Вот вы, допустим, не знаете об этом, я знаю. Я могу посмотреть, от кого воняет, от кого нет, если вы торгуете. Вот если от вас воните, я скажу, у вас сейчас плохой период зарабатывания. Скажут, что-то да, не идёт. Ну, потому что все, кто сталкиваются с любым вашим товаром, это же энергетически происходит. У вас, допустим, хлебный магазин. Ваш. Но вы же не продаёте хлеб, продают продавцы. Будет через них ваша жадность вонять или нет? Обязательно. Они находятся под влиянием вашей кармы. Вот. Поэтому не существует механизм, который увеличивает удачу для тех, кто занимается именно торговлей. Этот механизм называется облегчать жизнь тех, кто в нужде находится, мои дорогие друзья. Надо искать таких людей. Помогать птичкам в нужде. Животных всегда в нужде. Особенно дикие. Там птички всякие, собачки там на улице. Дальше. Есть люди, не те, которые стоят там по улицам и просят деньги. Чаще всего это бизнес. Те, которые ходят по мусоркам по утрам и по вечерам. Бабушки, соседки, которые там экономят на всём. Найдите себе такую бабушку, помогайте ей. И что дальше будет с вашей жизнью? Сердце наполнится прекрасным вкусом, желанием дарить людям своими деньгами счастье. и удача будет дальше действовать в вашей жизнью сразу же. Если человек хочет власти, допустим, он должен понимать, что есть сила, которая отталкивает людей, это желание эксплуатировать людей, и есть сила, которая привлекает людей. Так? Какая сила привлекает людей? Руководители — это что за человек вообще? Зачем Бог его послал на землю? Есть руководители? Такая социальная сила есть? Добрая или нет? Или это всегда злая сила? В чём она заключается? В чём она заключается? Конечно. Вот вы видели такого человека? Он имеет власть, он смотрит на вас. и внимательно слушает, и делает так, чтобы вам лучше было. Вы думаете, ой, я хочу с этим человеком. Встречали таких людей? Это называется уполномоченный Богом человек. Или, допустим, я в детстве стихотворение учил дядя Стёпа великан, там, постовой на мостовой, как он там всем помогал. Это из-за этого человека. Человек уполномочен властью, но он чем занимается? Помогает всем. Как вы думаете, он будет иметь хороший дом, там, деньги? Будет иметь? Он на это имеет право? Да? Бог ему говорит, вот пусть у тебя будет богатство, пускай у тебя будет возможности. Просто заботься о людях. Я тебе всё остальное обеспечу сам. Удача будет, как действовать в твоей жизни? Она будет действовать через твоих подчинённых. Я тебе дам таких людей, которые тебя никогда не подведут. Так это работает, эта система. Теперь вы скажете, есть люди, которые имеют власть, но они при этом гребут под себя. Значит, много благочестия, много дел и добрых дел в прошлом, где и добрые дела у них тают, 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 тают. Потом дальше человек гребёт, гребёт, гребёт. И наступает такой момент, когда небо становится в клеточку. Почему? Благочестие кончилось. Поймали на взятки, как бы и осудили. И дальше, как бы, сидишь, думаешь о жизни дальше. Времени много. Подумать есть о чём? С испытания для развития. А? С испытания для развития. Однозначно. Жизнь вечная у нас. В следующей жизни можно уже по-другому. Или, если будет, повезёт, то в этой. Слава тоже. Слава даёт деньги. Ну, допустим, человек-блокер в интернет. У него очень много блог там собралось. Он создаёт такие рилсы, что всем нравится посмотреть. То он залезет на дерево, задницу откроет, интересно, как он там это делает. То сожрёт крысу заживо там. и всё-таки, вау, всем интересно, что это за такой блохер. И он создаёт себе популярность, дикие, дикие количество просмотров. Почему? Потому что всем интересно посмотреть, что он дальше выкидит. Так? результат этой славы какой будет у человека? Деградация. То есть он упадёт в ад. Потому что он использовал свою способность привлекать внимание людей неправильно. Итак, вот мотив, допустим, зарабатывать деньги. этот мотив что означает? Что человек хочет жить. В этом мире желание жить, оно определяется деньгами, властью, славой, желанием иметь хорошую жену, хороших детей, хорошую квартиру. Всё это просто желание жить. Так вот, если целью является желание жить, то этот человек не сможет быть счастливым в этой жизни. Я сейчас вам объясню, это очень просто. Вот смотрите, есть два вида счастья. Один вид счастья приносит счастье, а другой приносит расслабление и покой. Вот запомните, все люди, которые не развиваются, не работают над собой, они стремятся только к тому виду счастья, который приносит расслабление и покой. И это и есть цель человеческой жизни неразвитая. Самый маленький ребёнок, когда он рождается, он чего хочет? Он чего хочет? Кушать, он хочет комфорта, он хочет защиты, он хочет тепла, он хочет уюта, и если этому не дают, то он орёт. Так? Вот человек вырастает, большим становится. Чего меняется? Ничего. если он не понимает, что есть другое счастье. Ко мне подошёл один человек, он говорит, Олег Геннадьевич, давайте честно, у меня всё есть, если мне баба нужна, я могу найти её за пять минут, самый красивый. У меня есть деньги, у есть власть, я не чувствую удовольствие от всего этого, не потерял вот этот вкус всего от женщин, от денег, от власти, я хочу счастливым быть. Вот скажите, что мне не хватает? У меня всё есть, всё, что люди стремятся, у меня всё сдадит. Я могу вообще не работать и всю жизнь прожить на то, что у меня есть. Но как-то счастья нету Олега Геннадьевича. Разумный человек? Очень. Потому что когда у человека всё это есть, он просто пытается дальше наслаждаться как-то по-другому. Он думает, наверное, я пока не научился. Он пытается других телок найти. Он пытается уже там на Бали, может, там жить надо, ещё, может быть, мне вертолёта не хватает. Может быть, я, как бы, у меня бизнес-лайнер не такой крутой, как у моего знакомого. Может быть, там счастье. Он начинает просто изощряется, пытается всё больше. Эти все изощрения на самом деле приближают его к гибели, потому что они приводят к всегда к каким-то рискованным вариантам жизни. Понимаете? То есть, чем больше человек извращается, тем больше он приближается к опасности, он уже в опасную среду жизни кходит. Там уже бандиты в этой среде живут, там уже живут люди, которые кайф пытаются поймать через наркотики или уже проституция, там и так далее. Это всё приводит уже к опасным каким-то вариантам. Но этот человек пошёл другим путём. Он говорит, скажите мне, в чём проблема? Я говорю, а проблема заключается в том, что есть два счастья, два вида счастья на этой земле. Один вид счастья, это счастье покоя, который стремятся все люди, они хотят денег, хотят уюта, хотят комфорта, хотят красивую женщину, детей, квартиру. И всё вот это один вид этого счастья, который заставляет пахать, пахать, напрягаться в этом мире. И этот вид счастья имеет такую природу, что он сам же это счастье и отменяет. Вы понимаете? Ну то есть если ты взял ипотеку, то эту квартиру видишь, которую ты взял? Видишь? Нет, ты видишь работу, на которой ты работаешь ради этой квартиры. Не понимаете, о чём я говорю? Что это пашет, как и сакшат целыми днями. А квартира как бы она остаётся только на ночь в мечте. Ну то есть чем больше человек к счастью, комфорту и унта стремится, тем больше он напрягается. Так работает жизнь-страсть. Тем меньше свободного времени. чем больше вы хотите здесь, в этом мире устроиться получше, тем меньше у вас будет свободного времени, тем меньше у вас будет здоровья, тем меньше у вас будет отношений в семье, тем меньше у вас будет возможности воспитывать детей, тем меньше у вас будет возможности даже в отпуск ездить, тем меньше у вас будет возможности видеть этот белый свет. вот я вам это сказал вы меня услышали нет это не так дешево можно понять теперь второй вид счастья та же самая природа она просто дает колоссальное количество счастья вот это прорубь эта пробежка это нереально просто классно вы не представляете как это много счастья быть здоровым совершать паскезы поститься там на солнце находиться на свежем воздухе на ветру там это все так классно это столько счастья то есть первый части дает человеку природа если он на ней совершает паскезы второй части возникает от благодарных лиц понимаете вот вчера было вот мы провели ретрит помолились богу я посмотрел на людей все окружили меня они такие счастливые я их кормлю они радуются все смеются летают апельсины запоминающиеся ситуации и когда уходить из жизни буду я закрою глаза вспомню как апельсины летали люди вокруг смеялись я вспомню это или нет это счастье классно же когда люди счастливы вокруг тобой они тебя они испытывают счастье они такие счастливые довольны у них чистый светлый взгляд они благодарны они по-настоящему любят представляете когда жена смотрит на тебя и говорит ты самый лучший на свете человек классно же просто по-честному так классно когда дочка ложится буквально за несколько дней до смерти маме на колени год мамочка я тебя так люблю мамочка это я тебя доченька люблю потом мамочка уходит из жизни классно же есть что вспомнить а вы знаете что люди всегда когда сходятся вместе вот они создают семью знаете бог насколько милостивый чистый светлый как личность он знаете людей соединяет с такой перспективой чтобы они могли дальше вместе жить знаете что значит дальше дальше это не на этой земле вы понимаете вот если вы допустим вот реально хотите разобраться в том что такое настоящее счастье вы хотите заниматься тем что помогать людям желать всем счастья в жизни терпеть недостатки близкого человека верность сохранять до последнего ему последней капли крови если вы все вот так делаете честно и чисто то придет время вы очиститесь настолько что бог вам даст право быть вместе в раю а там уже не такая жизнь как здесь там все уже вопросы ну как бы несовместимости закрыты вот человек отрабатывается у каждого здесь а там дальше они живут счастливы вместе но если они там в раю забывают про бога при этом они опять на землю попадают и будут еще всю жизнь вспоминать того человека с кем в раю жили называется безответная любовь и путать его с другими людьми и все время уделяться поделяться почему он так себя ведет он же должен меня любить это было в прошлой жизни поэтому если человек в рай попадает и там называют про бога это тоже как проклятый то есть есть счастье контакта с природой здоровой жизни свежего воздуха хорошего настроения и радости 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 постоянно жизни если человек соприкасается природы потому что это божественная энергия которой комит кормит нашу психику концептуально это счастье почувствовать можно только тогда когда ты этим занимаешься и мотив главной человеческой жизни в этом вопросе вопрос свое тело называется хочу здоровой жизни здоровой жизни означает хочу аскез хочу постов хочу правильного питания не хочу больше всякую дерьмо есть и и на ночь обжираться не хочу это называется благостная концепция счастья мотивы чистые вот это называется чистые мотивы по отношению к своему телу и она тебя будет отдавать назад здоровьем мотивы определяют судьбу будешь жить долго здоровым полном сознании забывать никого не будешь в старости понятно если ты обрел знание о втором виде счастье счастье любви природы счастье любви к людям радость приносить им по ним хорошая добрая что-то делать для них радость если ты почувствовал то тогда ты наполняешься социальной силой вот какой врач не нуждается в рекламе который любит который любит людей хочет им помогать нуждаются в рекламе люди сами его найдут так или нет один врач говорит как как вы себя пиарите что у вас много слушателей лекций я говорю никогда не пиарил я когда начал читать лекции у меня мой знакомый говорит копировать мои лекции плохая карма ну мы на кассетах распространены а я на кассете написал на первых корректировать мои лекции хорошая карма все начали копировать сначала на кассетах потом на дисках потом интернет это все пошло я сначала 10 лет читал лекции вообще бесплатно что это значит это значит что организаторы зарабатывали и отдавали в храмы эти деньги но они как бы брали с слушателей деньги потому что зал же надо окупать и все равно там опасность можно минус уйти то есть чуть-чуть с прибылью остатки есть парк все шли на добрые дела я получал только возможность приезжать оплачивали билеты мне питание все право и прочее я на как бы получал зарплату со своего лечения 10 лет я так живу просто лекции за ничего не брал вообще себе просто хотел отвязаться от этого желания зарабатывать на люди и у меня получилось никакого желания вообще вот когда ты чувствуешь вот это счастье давать людям это такая классная вещь это ты можешь как микеланджело допустим всю жизнь делать статуи и в девяносто с лишним лет не болеть и уйти жизни дыша мраморной пылью который является ядовитой и при этом не болеешь почему потому что ты счастлива приносишь людям счастье тем что ты создаешь им красоту и они потом много лет смотрят на это твое извояние давида и радуются тому что ты сделал их ты можешь быть таким руководителем что тебя люди всегда будут помнить или ты можешь быть таким ученым который приносит столько счастья своим наукой своим познанием но вот к этому прийти очень сложно мои дорогие друзья потому что концептуально каждый человек хочет жить и это желание самое сильное в этом мире поэтому вы никуда не денете свое желание семьи денег детей квартиры никуда это не денете просто не надо это делать главной целью жизни попытайтесь всеми силами стремиться к тому чтобы концепцию свою свою цель возвысить вот в этом заключается человеческой жизни постарайтесь учиться прощать постарайтесь помогать тому кто кому надо помочь понимаете и постепенно сердце возникнет вот это желание ты будешь засыпать и думаешь кто еще рядом несчастье рядом со мной ты будешь об этом думать чтобы позвонить этому человеку и сказать я хочу тебе помочь я когда один видел фильм я забыл как он называется про одного режиссера он там детские передачи делал видели детские передачи делал и у него хоть захотел взять один такой кайфовый такой репортер интервью чтобы с ней его обругать там облаять но и тем себе кайф сделать таким образом но не на того нарвался потому что этот режиссер не режиссер вот он передачи с детьми делал он любил людей и он увидел этого ну вот это вот как бы репортера который передачи и решил ему в жизни помочь и вот фильм во весь вокруг этого и тот потом репортером изменился как личность у него в результате сохранил семью лучше успел перед уходом отца там улучшить отношения с ним видели да такой фильм блин я не помню это какой-то американский фильм вот такой вот право такого доброго человека ну ладно это есть люди которые уже родились такими называют святые люди нику клику святых вот этот бернадет или какой-то врач то маскате да маскате вот посмотрите как джузеппо маскате да посмотрите этот фильм этот человек уже рожден таким был он не формировался концептуально он уже самого рождения самого начала был таким он хотел жить для людей и он вот прожил такую жизнь помогал помогал и у него вот этот артист который играет у него блаженное лицо все время был он такой счастливый он всегда испытывал счастье он помогал всем и так ушел из жизни тоже в таком состоянии потом клику святых это уже готовый сформированный человек то есть у него вот это желание жить или комфорта уюта блаженства у него не было настолько сильным чтобы она разрушила его существование вот как это работает я сейчас объясню допустим человек очень сильно себе хочет красивую девушку он просто горит ему надо очень красивую девушку через что он получает получит самые сильные страдания в этом мире через эту девушку правильно она ему и вынесет мозг теперь человек очень сильно горит хочет богатство откуда он получит удар судьбы через богатство мотылек летит на свет он обожает свет он просто балдеет когда он видит свет его трясет части вот так от чего он погибнет от света от ожога